Стамбул с 1998 года разделен на множество административных округов, или ильчи из турецкого слова. Границы округов непостоянные, периодически меняются. Некоторые районы отделяются в отдельные муниципалитеты, а некоторые, наоборот, присоединяются к близлежащим. На сегодняшний день Стамбул насчитывает 39 округов, или привычные для иностранцев, районы, 25 из которых находятся в европейской части и 14 в азиатской. Как ее еще называют, Анатолийская сторона. И разделяет Европу и Азию по спору. Есть такие районы, побывать в которых следует любому путешественнику, а есть такие, о которых не знают даже местные жители. Некоторые районы Стамбула поражают роскошью с европейскими домами и виллами, другие – уютом в виде узких улочек с малоэтажными домиками, окутанными зеленью и цветами. Но не лишен город и откровенно опасных и злачных районов, в которые даже местные жители без особой нужды не заглядывают. А гостю турецких берегов и подавно там делать нечего. Тема видео будет посвящена подробному освещению районов, так как многие туристы, переезжающие, нередко мучаются выборам, в каком районе города лучше остановиться с туристической целью, или где арендовать квартиру на длительный срок, или где вообще остаться жить, так как выбор района совсем не очевиден и зависит от конкретных целей. И это видео будет иметь несколько частей, так как сам Стамбул слишком велик, а его районы настолько разнятся между собой, что в одном видео уделить внимание всем районам сразу будет невозможно, а проигнорировать некоторые будет обидно. Эта часть будет посвящена, какой район выбрать туристу, в какие районы стоит заглянуть, если ты турист. Ну что, начнем? Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Начнем. Европейская часть Стамбула, район Байрам-Паша. Это очень благоустроенный район, один из самых густонаселенных в Стамбуле. Считается престижным среди местного населения. Район имеет современные постройки с небоскребами и торговыми центрами. Расположен район в самом центре европейской части Стамбула и имеет удобную транспортную развязку. Удобно добираться до исторического центра города, особенно если любишь ночные прогулки, а тратить время на обратный путь через весь огромный город не любишь. Здесь расположен крупнейший во всей Турции автовокзал Эсен-Лер. В этом районе также расположен один из популярнейших торгово-развлекательных комплексов мегаполиса Форум Истанбул, а также знаменитый океанариум Sea Alive, также известный под названием Турки-Азо. Район удобен для тех, кто любит жить среди небоскребов и множества магазинов, любит шоппинги и частые прогулки. В районе кипит жизнь, там всегда шумно и большие толпы людей. Цены на аренду квартир здесь умеренные. Район подходит для того, чтобы остановиться туристу на некоторое время. Для постоянного проживания подойдет лишь тем, кто любит насыщенный ритм жизни и имеет неужатый бюджет. Следующий район – район Бееглу. Этот район является центром туристического Стамбула, куда приезжают гости со всего земного шара. Именно здесь расположена улица Истекляль с множеством бутиков, модных ресторанов, уютных кафешек, сувенирных магазинов, магазинов всемирно известных турецких сладостей и курсирующим ретро-трамвайчиком. А также площадь Таксим с новой мечетью Таксим, музей современного искусства, храм Святого Антония, Галатская башня, крупнейшая в Турции еврейская синагога Неве Шалом, институт Гёте, парк Миниатюрк, музей Пера и музей Невинности. Архитектура района выполнена в стиле модерной эклектики, так что любители поглазеть будет на что. Одним из знаменитых сооружений этого района считается отель Перополас, в котором периодически останавливались культовые личности. Кемали Татюрк, Сара Бернар, Мата Хари и Грета Горбо. Известно, что знаменитый автор детективной прозы Агата Кристи писал здесь роман «Убийство в Восточном экспрессе». Ее номер по сиденью охраняют как музейную ценность. Район очень шумный, многолюдный и для проживания откровенно дорогой. И не очень удобный, так как дома там очень старые, а аренда дорогая. А вот туристам с отельным отдыхом вполне удобно, так как отели на разный кошелек тут хоть отбавляй. И все основные достопримечательности под боком. Либо также для любителей можно забронировать аутентичную квартиру в старом доме 19 века на сайте R&B. На несколько дней насладиться непривычными апартаментами и видом из окна. Как у нас это было? Да, мы прямо на такси лежали. Квартира османского стиля. В самом центре. Угу. Было забавно. И она была самая дешевая в Станбул. Угу. Район Бешикташ. Бешикташ историческая часть города с множеством парковых территорий, местных дворцов, множеством известных мечетей, куда люди специально приезжают сделать фото для своих соцсетей, выстраиваясь просто в огромной очереди. Именно здесь расположено множество достопримечательностей. Тут и дворец Далмабахче, и набережная перед мечетью Ортакей, стадион Водафон-Арена, парки, дворец Илдыс, бывшая резиденция султанов, морской музей, мавзолей и памятник знаменитому пирату, а позже адмиралу османского флота Барбароса Хайреддину Паше. А между Череган-Палас и дворцом Илдыс раскинулся красивый сад, в котором до сих пор растут экзотические растения. Здесь можно остановиться на небольшой пикничок, допустим. А еще Бешикташ является одним из главных узлов водного сообщения. От местных причалов отправляется большая часть паромов на Азиатскую сторону и к Принцевым островам. Согласно легенде, именно капитан Барбароса установил в этой части города первые пять камней, чтобы шпортовать свои корабли. Так и началась история портового района Бешикташ. Бешикташ является престижным районом, который бусто заселен населением среднего класса. Здесь строится дорогостоящий квартал Этилер с элитными отелями и домами. Сам район шумный, многолюдный, с большим количеством достопримечательностей и удобным транспортным сообщением. Ну, с дорогим жильем. Подойдет он для обеспеченных туристов и иностранцев. Следующий район, район Артакей. Считается и одним из самых красивых и живописных районов, где собираются местные художники, музыканты и артисты. Архитектура района напоминает Европу 19 века с узкими каменными улочками, необычными домами с интересными архитектурными решениями, уютные кварталы. В районе находится набережная, с которой открывается прекрасный вид на первый Босфорский мост. Отсюда также можно отправиться на водную прогулку на теплоходе по проливу. Здесь расположены уникальные достопримечательности. Мечеть Меджидия, расположенная на главной площади возле побережья, открыта до самого заката ежедневно. Дорец и смысл там, который можно найти в переулке Капрюбаши. Дворец Чироган, окруженный живописным парком. В этом районе остановиться туристу будет очень удобно и комфортно. Здесь расположены разные отели с разными ценовыми категориями. Район Зайтинбурну. Этот район с историей и претерпевал множество изменений. Известно, что в византийские времена здесь стояла крепость Киклобион. Это было укрепление, охраняющее прибрежную дорогу в Константинополь. Несколько раз опорный пункт подвергался осадам арабских солдат, но полное запустение постигла крепость уже после падения византийской столицы в 1453 году. Долгое время на этой земле выращивали оливковые сады, за что территорию так и называли мыс оливковых деревьев. Но с начала 19 столетия здесь стала развиваться кожевенная индустрия, а чуть позже и текстильная. После завоевания османами Константинополя район Зайтинбурну обживали разные народы – греки, армяне, болгары, евреи и турки. И в 1950-х годах, в период массовой миграции переселенцев из Анатолии, местность стала активно застраиваться нелегальными постройками. Население так быстро росло, а область так стремительно развивалась, что уже к 1957 году округ Зайтинбурну получил статус отдельной административной единицы в составе Стамбула. И сегодня известен благодаря развитой кожевенной и текстильной промышленности. Именно здесь расположено множество фабрик по пошиву изделий из кожи и меха. Здесь же сосредоточены лучшие магазины по продаже шуб, дубленок, кожаных курток и аксессуаров. Среди туристов и местного населения популярен благодаря демократичным ценам на меха и кожу из-за собственного производства. На территории расположено несколько достопримечательностей. Это крепостная стена Константинополя, арена Абди и Пикчи, исторический музей, мавзолей и старый православный храм. Район густо населен, является одним из главных узлов транспортного сообщения Стамбула. Аренда жилья здесь относительно недорогая. Туристу, ищущему недорогое жилье и готового потратить время на общественный транспорт, будет удобно расположиться в этом районе. Для постоянного же проживания район также вполне комфортен за счет демократичности цен. Следующий район – это район Фатих. Самый туристический район города, где сосредоточены знаменитые кварталы. Квартал Султан Ахмед с популярнейшими достопримечательностями, такими как собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Стопкапы, цестерна Базилика, парт Гюрхане и археологический музей города. С многочисленными ресторанами и живописными видами на Босфор. А также квартал именюню с мечетью Сулеймане и уникальной мечетью Рустема Паши. И знаменитейший рынок – египетский базар, который притягивает к себе толпы туристов. Кстати, видео про египетский базар вот здесь можешь посмотреть. В этом же районе находится квартал Балат и Фенер. Это концептуальные кварталы, где здания раскрашены в разные цвета. Открыты концептуальные заведения, созданы интересные фото-зоны, такие как разноцветные лестницы, аутентичные дома, необычные инсталляции из зонтов, красочные кафе. Здесь же располагается Балгарская церковь Святого Стефана, Константинопольская православная церковь, собор Святого Георгия, церковь Богородицы Помогаристы, мечеть Селима Явуза и церковь Марии Монгольской. А также руины Малого Лахердского дворца XIII века, церковь Святого Никола. По берегу Золотого Рога раскинулось несколько парков. Тут же находится паромный причал Фенер. В Балате находится крайне интересное кафе «Нафталин», созданное в стиле винтажного магазина, а также следует посетить известнейшую в городе кофейню «Брев Кофеворгс». К этому району относится квартал Лолели, который поистине рай для шопоголика, где можно дешево скупиться кожными меховыми изделиями, а также текстилем. Квартал также известен русскими вывесками и местными, которые хорошо говорят на русском. А еще здесь много ночных баров и дискотек. В районе Фатих вообще повсюду слышна русская речь. Здесь живет множество иностранцев со стран бывшего СНГ, образуя небольшие сообщества. В районе строится много жилых комплексов с хорошей инфраструктурой, развито транспортное сообщение. Жилье стоит по-разному, но в целом цены не заоблачны. Тюристу район очень понравится и будет удобен. А вот для постоянного проживания иностранцу миграционной службой установлены ограничения на большинство районов. Район Бахчевлер. Этот район относится к одному из пяти самых густонаселенных с населением около 600 тысяч человек. Он застроен современными высотками и жилыми комплексами. Имеет развитое транспортное сообщение и близкое расположение к району Фатих, что делает его удобным для временного проживания туристу. Для постоянного проживания также удобен ввиду высокого благоустройства. Цены на жилье здесь довольно-таки умеренные. Район Кагатхане. Район удачно расположен по соседству с популярными районами Шишли и Бешикташ, что делает его удобным для аренды квартир для туристов, а также для постоянного проживания. Цены в районе ниже, чем в соседних районах. Район очень зеленый, благоустроенный, довольно тихий и спокойный. В районе имеется торговый центр Сапфир, а также удобное транспортное сообщение. Принцевые острова. Принцевые острова в Стамбуле известны также как район Адалар. Весьма экзотичное место для проживания. Это частое направление туристов и местные частенько ездят на острова на уикенды и длинные праздники. Архипелаг Адалар расположен к югу от центра города и состоит из девяти островов. Бююк Ада, что в переводе с турецкого означает «большой остров», Хейбели Ада – остров с сумкой, Бургаз Ада – остров крепость, Кналы Ада – остров Хны, Седев Адасы – перламутровый остров, Яси Ада – флоский остров, Сиври Ада – острый остров, Кашик Адасы – остров Ложка и Товшан Адасы – остров Кролика. Эта территория является самой малонаселенной. Всего 14 тысяч человек проживает на Принцевых островах, и заселенными остаются только шесть из них. Туристы, как правило, посещают четыре самых крупных острова – Буюк Ада, Бургаз Ада, Кналы Ада и Хейбели Ада. Транспортное сообщение с островами хорошо налажено. Паромы сюда отправляются ежедневно от причалила Каботаж на европейской стороне или Бостанжи, Картала и Мальтепе с азиатской части города. Район высокоэкологичный. Здесь запрещены к использованию традиционные машины, только электротранспорт, велосипеды, лошади и повозки. Для любителей уединенного проживания острова отлично подходят, так как добраться до основной части города не составит большого труда. Туристам, не впервые приехавшим в Стамбул и обходившим все достопримечательности вдоль и поперек, эти острова подойдут для экзотического и спокойного типа отдыха. Следующий район находится на азиатской стороне Стамбула. И первый район в списке – это район Кадыкёй. Район с очень развитой инфраструктурой. Здесь много разных магазинов, торговых комплексов, баров, кафе, ресторанов. Район – рай для шопинга. Имеется набрежная для прогулок. В районе расположена пристань Кадыкёй, откуда можно добираться, например, до Принцевых островов. Многие местные туристы едут в район для посещения местного оперного театра. Серия Opera House. Район удобен, чтобы остановиться туристу, особенно тем, кто в Стамбуле не впервые. Район прекрасен также и для постоянного проживания. Цены на жилье здесь умеренные. Район Пендик. Этот район крайне благоустроен, с множеством торговых точек, с торговцами, магазинами на любой вкус, кафе и ресторанами. Длиннейшей набережной для прогулок. Архитектура состоит в основном из малоэтажных домов и сите. Очень зеленый, похож на отдельный пригород. Однако транспортное сообщение не очень развито. Добраться до центра можно на Мармарае с пересадкой на метро, и дорога займет около 45 минут. Здесь проживает множество иностранцев. Часто слышна русская и украинская речь. Он комфортен для проживания на длительный срок или на постоянной основе. Недвижимость как для покупки, так и для аренды здесь недорогая. Туристу здесь можно недорого арендовать жилье для тех, кто готов тратить время на общественный транспорт. Район Ускюдар. Район Ускюдар очень привлекательный и расположен на границе Босфора. С европейской зоной Стамбула сообщается посредством Большого моста. Обожаю Ускюдар. Да, я тоже. Кайфовый. Здесь есть пристань с паромами, на которых очень удобно добираться до самого центра Стамбула. Всего 30 минут и ты в центре. Есть набережная с огромным количеством кафешек и ресторанов. Архитектура района представлена малоэтажными домами и невероятной красоты коттеджами и малоэтажными жилыми комплексами. Торговые улицы с разными магазинчиками. Район похож на курортный городок. Недвижимость от умеренной до высокой. Из достопримечательностей здесь находятся мечети Мехримак и Валиде, Девичья башня и многие другие. Древнейшее местное кладбище Карка Ахмед, Куда регулярно приходят туристы. Вообще, Ускудар – это кладезь различных мечетей. Здесь их более 200 штук. Стоит обязательно прогуляться по уютному кварталу Кускунджук. Район очень благоустроен с развитой транспортной сетью. Удобен для постоянного проживания и для остановки туристу. Так как на пароме до центра добраться не составляет совсем никакого труда. Отсюда же отходят паромы с прогулкой по Пасфору всего за 50 лир. Шиле. Шиле. Район Шиле расположен в некотором отдалении от Шумного Стамбула. Дорога от метро Чикмикой на маршрутке займет около часа. Сюда приезжают местные, чтобы отдохнуть от шума и суеты и понежиться на пляже, посидеть в варских ресторанчиках. Шиле напоминает небольшой курортный пригород, где жизнь замерла и сосредоточилась на размеренном отдыхе у моря. Район очень зеленый, вокруг цветы, особенно много роз, архитектура представлена малоэтажными и частными домиками. Огромное количество ресторанов и кафе с видом на море. Шиле имеет длинную и насыщенную историю, какие только народы не вели за него войны. Район очень благоустроен и наполнен своей уютной атмосферой. Тихий и спокойный, иностранцев здесь очень мало. Добираться до него с помощью маршруток и автобусов, ну или на такси, конечно. Из достопримечательностей действующий маяк Шиле, крепость Шиле. Для постоянного проживания это рай, если тебе не нужно постоянно мотаться в другие точки города. Для туриста удобен летом для пляжного отдыха. Стоимость недвижимости здесь умеренная. Шиле это кайф. Шиле бомба вообще. Шиле. Всем обязательно надо посетить Шиле. Вот, пожалуй, это и все районы с нашей точки зрения, в которых будет удобно остановиться туристу на недлительное время нахождения в Стамбуле. Чтобы было удобно съездить туда-сюда и, в общем, не тратить слишком много времени на разъезды по огромному Стамбулу. В одном из следующих видео мы расскажем про жилые районы европейской и азиатской части, где удобнее селиться для постоянного проживания. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. Пишите комментарии, если вам что-то непонятно. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. До свидания.